Коррупция в спорте появилась очень давно, отмечает в своем последнем отчете на эту тему Европейская комиссия. И приводит пример. Спортсмены Уполос из Фесалии подкупил своих конкурентов в турнире по борьбе на Олимпийских играх. Это было в 388 году до нашей эры. Первый задокументированный случай спортивной коррупции. Для современного спорта переломным стал 2015 год. Крупнейший в истории FIFA коррупционный скандал. ФБР обвинила ряд высокопоставленных чиновников FIFA в вымогательстве и мошенничестве. По данным следствия в Швейцарии, с начала 90-х годов объем коррупции в высшем руководстве организации составил 150 миллионов долларов. По запросу США в Швейцарии были арестованы 7 человек из руководства FIFA. В 2015 году коррупция в спорте достигла исторического максимума, отметили в Совете Европы. Чем больше денег, тем больше толкотни. Если есть толкотня и очередь за деньгами, то возникает вопрос попытаться эту очередь правильно организовать, направить потоки денежные в нужном направлении. Но подозреваю, что сколько будет существовать спорт в высшем достижении и стоящие за ним деньги, столько мы будем говорить о коррупции. Вот самый широкий список видов коррупции в спорте. Его составила Европейская комиссия. Это и договорные матчи, и допинги, взятки, и коммерческая коррупция, и политические маневры. Договорные матчи – проблема, с которой пока не справляются. Об этом пишет в докладе про спорт Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International. В начале этого года крупный скандал был в Испании. Местная полиция задержала десятки человек по подозрению в организации договорных матчей по теннису. Группировка зарабатывала миллионы на спортивных ставках, подкупая игроков. Для России актуальны скандалы с допингом, коммерческая коррупция и политические маневры. В 2015 году после ряда громких расследований в применении допинга обвинили российских спортсменов. В частности, речь шла о подмене допинг-проб на Сочинской зимней Олимпиаде в 2014 году. Масштаб злоупотреблений позволил Международной комиссии заявить, что в России сложилась культура допинга при поддержке государства. Коммерческая коррупция – это коррупция при строительстве спортивных объектов. Олимпиада в Сочи 2014 год – самые дорогие игры в истории. В первоначальной заявке расходы оценивались в 11 миллиардов долларов. Итоговая смета – 50 миллиардов. Чемпионат мира по футболу в России 2018 год – самое дорогое футбольное событие в истории. Планировали потратить 10 миллиардов долларов. Смета менялась 12 раз. Итоговый бюджет – более 14 миллиардов. О завышенной стоимости стадионов было опубликовано не одно расследование. Наконец, политика. Часто возникают вопросы к выбору стран для проведения чемпионатов. Transparency International вспоминает пример Бразилии, где чемпионат прошел в 2014 году. Страна была не готова к такому событию. Стадионы сдавались задержками, а бразильцы протестовали на улицах против непомерных расходов. Вопросы возникали к заявке России на чемпионат по футболу в 2018 году. И теперь уже самый громкий случай в связи с задержанием плотини в Катар. Можно ли снизить коррупцию в спорте? Сложно найти вот эту золотую середину и говорить, как нам победить коррупцию. Потому что открытость и прозрачность, и транспарентность, как утверждают многие чиновники, будет обратно пропорционально экономической привлекательности. Transparency International предлагает повысить прозрачность работы международных спортивных организаций, обязать всех спортивных чиновников отчитываться о доходах и провести реформы. Ольга Бешлей. Настоящее время.